Всем здравствуйте! С вами на связи Елене. Я приветствую вас в своей рубрике о таро простым языком. Сегодня я хочу ответить на вопрос Дарьи, который описала следующее. Елене, если в раскладе на вопрос, какие чувства человек испытывает по отношению к другому в триплете, выпадает два короля, жезловый и мечевой, и император, как это интерпретировать? То есть, интересно, да, в чувствах, и сразу короли, значит, изначально, если мы говорим о чувствах, у нас выпадают вообще мужские архетипы, да, то есть это два короля и император, то мы в данном случае не говорим о том, что придут именно такие мужчины, а если мы говорим о чувствах, то мы говорим об их качествах. Какие качества? За какие качества у нас ответственен жезловый король? Жезловый король — это у нас позитив, это умение быть лидером, это умение вести за собой людей, это именно, если мы говорим о чувствах, да, то здесь достаточно, это стихия огня, огненные, позитивные, да, это активные. Мечевой король, он у нас больше, я бы сказала так, в пассивности, да, но в размышлениях, да, то есть здесь у нас идут, идет анализ, здесь у нас идет некая такая, знаете, дистанция, то есть мы можем сказать, что отношения в отношениях, да, как человек себя ведет, ну, во-первых, из-за того, что это все-таки мужские архетипы, то здесь у нас энергия такая достаточно активная, да, то есть он проявляет себя, этот человек, да, взаимодействует, у него есть желание взаимодействовать. И по королю Жезлов у нас как раз-таки взаимодействие именно в коммуникации, в общении, в движении, в сексе, по-мечевому. Королю у нас умение вести диалог, причем человек, который заинтересован, да, больше в другом, именно его понять, проанализировать, но он держит, знаете, какая-то вот, есть некое такое недоверие, держит некую дистанцию, да, некое такое отстранение для того, чтобы понять, можно ли этому человеку доверять или нет, потому что мечевой король, он больше у нас про анализ идет, да, то есть это не про чувства, но мы не говорим, что их нету, но они больше контролируемые, да, то есть человек больше опирается на свой разум точно так же, как и император. То есть если мы говорим о чувствах, то как таковых чувств, да, именно здесь нету кубков, здесь их нету, то есть там влюбленности, но есть, если мы говорим же о Жезловом, о короле, у нас есть заинтересованность, мечевой тоже говорит, у нас есть заинтересованность, но больше, я бы сказала, такая, знаете, сексуальная, потому что единственная такая вот активная, активная карта у нас это король Жезлов, и он несет энергию движения, а поскольку Жезлы у нас стихия огня, огонь это жизнь, это движение, и поэтому оно лицетворяется как фалус, то есть Жезл, он изображается как фалус. Почему? Потому что через сексуальную энергию у нас идет рождение, да, то есть человек рождается через секс двух партнеров, поэтому здесь больше, я бы сказала, такое заинтересованность в человеке, но она больше такая, знаете, сексуального характера, да, то есть есть влечение, нету еще чувств как таковых, потому что император, он так же, как и мечевой король, он больше контролирует, да, а есть какая-то, знаете, не то чтобы холодность, а вот такая, знаете, умение управлять, то есть сначала я прослежу, да, как оно называется, отмечу вот эту вот всю почву, да, то есть пойму, стоит или нет, нужно мне это или нет, да, потому что я император, он будет потом за это нести ответственность, и человеку нужно понять, да, то есть здесь я могу сказать, что как будто бы здесь либо новые отношения, и человек еще не знает, либо здесь отношения могут быть у людей, которые, знаете, они должны перерасти в какой-то вот другой уровень, и человек для себя определяется, стоит ли мне брать ответственность за другого человека или нет, потому что Жезловый король, он может говорить о построении серьезных отношений, он человек такой достаточно семейный, который ценит семью, уважает семью, но он больше, знаете, в движении, то есть если это семья, та, которая вот по воскресеньям выезжает на какие-то пикники, куда-то уходит, развивается, то есть активный досуг здесь, здесь человека, а вот именно короля Жезлов вынести, он еще достаточно эгоцентричен, точно так же, как и император, а мечевой у нас он достаточно такой холодный, он разумный, он собственник, поэтому я бы сказала, что здесь чувства у мужчины, вот именно мужские, то есть это не то, что вот у меня прям крышу снесло и все такое, но я бы сказала, здесь человек приглядывается, да, это как эта собака, да, еще присматривается к своему хозяину, можно ему доверять или нет, кого я выберу в семье, кто будет главным хозяином, кому я смог бы подчиняться, поэтому если не интерпретировать карты данные, а просто рассказать, как можно посмотреть, то чувства мы всегда смотрим в контексте качеств того или иного аркана, и, как правило, фигурные арканы, они у нас говорят о проявлении именно энергии, на каком этапе, на каком уровне эта энергия находится, то есть если пожитая, это зарождающая энергия, а если это рыцари, это у нас, когда мы переходим от теории к практике, да, то есть человек, который совершает уже какие-то действия, королева это та, которая уже умеет и владеет энергией и данной, да, в которой стихию мы рассматриваем, но она не может ее передавать, да, у нее нет способности, то есть обучать этой энергии, да, так скажем, для личного, да, больше использования, а вот король, он уже является мастером, тот, который управляет, который может уже как учитель передавать знания, то есть мы не рассматриваем фигурные арканы, вообще все у нас идет в контексте, но в принципе фигурные арканы, они не говорят о людях как таковых, они говорят именно о развитии той или иной стихии, о развитии того либо иного качества, насколько он выражен, то есть, например, стихия огня в паже, она будет как интерес, как любопытство в рыцаре, она уже будет некая такая более активная, цикличная, когда есть уже движение, в королеве она уже самостоятельная, она уже самодостаточная, вот эта вот энергия огня, да, она уже управляемая, она подвластная, но она управляемая мягко, как лава, да, а вот уже непосредственно король жезлов, у нас уже говорят об амбиции, это уже солнце, да, то есть, если, например, королева у нас может быть лава из вулкана, да, которая вот сечет, она подвижная, но она мягкая, то есть здесь состояние энергии, оно еще такое мягкое такое, нету вот этого вот напора, то в короле это уже полное солнце, то есть это уже яркое проявление огня, то есть это уже может быть там стихийное бедствие, как пожар, то есть если в паже это только от свечки, да, маленький такой огонечек, в рыцаре это может быть уже такой, знаете, костер небольшой, в королеве это уже будет лава, и в этом, в королеве это будет уже вот как стихийное бедствие, да, то есть пожар, который уже, ну, не контролируем, уже невозможно его как-то затушить, то есть вы понимаете, да, как растет вот эта вот мощь, интенсивность, да, яркость данной стихии, и вот здесь вот примерно точно так же и говорится, то есть есть ли это проявление энергии, да, но она в зависимости от своей стихии, жезловые либо мечевые, мечевые у нас всегда ответственны за наш рационализм, жезловые больше за движение, за позитив, за амбиции и за сексуальное проявление, а император это собирательный образ абсолютно с четырех королей, поэтому вот такой вот ответ, надеюсь, исходя из этого, то есть смотрите всегда шире, не обращайте внимания на какие-то вот узкие трактовки, которые обычно говорят, то есть именно из понимания, что значит стихия, а так, ну и, конечно же, всегда в контексте предварительно мы смотрим, да, кто этот человек, на каком этапе отношения находится, что предшествовало этому. Вот такой вот ответ был сегодня у меня для вас, Дарья, я благодарю вас за ваши ответы, если они есть у вас касательно Таро, либо вам интересно вообще мое мнение о чем-либо, вы можете в комментариях к этому ролику оставлять, либо в разделе сообщества на моем канале, в комментариях под последним постом, а я с вами прощаюсь, пока-пока!